Акты по оценке ущерба. Здесь работа ведется совместно с ОЛНД, МЧС. На основании их акта и личных обращений граждан составляется акт по понесенному ущербу. Это имеется ввиду в том числе, включая и надворные постройки, которые рули у граждан. Сразу после оперативной выплаты материальной помощи гражданам началась разработка специального закона Красноярского края. На разработанный проект закона правительства, как вы уже знаете, 17 числа губернаторам несено на рассмотрение результатов законодательного собрания. И сегодня они будут принимать решения по нему. Согласно проекту этого закона предусмотрено три варианта помощи. Первый – это социальная выплата на приобретение злого помещения, так называемых в преживочных сельскохозяйствах. Обеспечение жилым помещением в виде предоставления жилого помещения собственности по договору найма социального. Путем строительства, то есть восстановления нового жилья, зелено упрощено. И третья помощь, которая предусматривает этим проектом, это единовременная денежная выплата в связи с утратой жилого помещения. Расчет правительства Красноярского края был составлен таким образом, что за утерянный квадратный метр, восстановление в том числе, предусмотрена денежная компенсация. Это предусмотрено сертификатом и единовременной денежной выплатой из расчета красноярской цены за квадратный метр. То есть 74 тысячи рублей. Помимо этого, всем обучающимся ребятишкам из пострадавших семей заставлено горячее двухразовое питание бесплатно до окончания учебного процесса. Обеспечена учебной литературой, книгами, выделенной школьной принадлежностью, также обеспечена одежда. В целях организации отдыха детей и семей, подстрадавших при пожарах, была организована деятельность подборного заявления от родительного поздравления и отборного снатуры и кейс. Из 12 обучающихся, 7 человек написали заявление. Это 4 ребенка поедут на 2 сезона и 3 ребенка на 1 сезон. При содействии депутатам ЗАГСобрания, организации «Красный крест» доставлено гуманитарную помощь после восстановления всех предприятий со временем. В данный момент ожидаем поступления от этой организации сертификатов на 1000 рублей на каждого члена семьи. Это для приобретения лекарственных средств в сети аптек «Уберская аптека». Продолжение следует...